друзья всем привет стройка у нас продолжается дело уже сделано так нормально вот сейчас поднимаю там ряд здесь уже ряд поднят под окна дальше окна пойдут нужно будет сейчас померить примерно что где будет находиться окно через каждые три метра получать но в 33 по на три метра будет делиться диняки и в каждом диняки будет окно вот надо будет дело сейчас поверь померить а здесь и получается тоже сейчас ряд пройду это же уже окна пойдут осталось ну буквально здесь у нас осталось два ряда даже внутри 33 ряда здесь а на той стороне 4 ряда ну и двери зверьми я думаю быстро вот нужно сейчас успевать сейчас уже вот дождичек пошел сегодня обещали такой дождь нормальный должен пройтись свой надеюсь нормально поработаю хотя бы сегодня одну линию я в 6 утра встал одну линию положил вот и сейчас вот дождичек идет как-то так сделал я значит лиса я покажу вот такие вот лиса досок у меня других не оказалось 35 к так вот все соорудил но нормальные блоки хорошо держит и не шатается вот здесь наверно надо еще эти сделать такие по диагональные тоже перекрытие чтобы она немножко не ходила а так ну шикарно они держатся все отлично привезли значит нам песок песок закончился там уже все мало осталось вот надо будет еще пгс приобрести но пока вот так вот цемента вообще дофига уходит лера почти каждый день ездит за мешками по 4 мешка привозит ну чуть я трачу 23 мешка в день но вот по 4 мешка покупаем приобрел фонарь вон светит наш дорогой фонарь темноте можно было ночью работать потому что мне быстро в 530 уже темно и вот эти вот ряды я специально на ночное время оставляю и ночью их кладу потому что там хорошо видно 2 здесь уже на этой стороне уже плоховато видно ну а здесь а тем более столько второй фонарь покупать но с фонарями тоже дело накладное визит фонари не поставишь нужны деньги на другие вещи а вчера вот приезжал получается тоже помогали мне тоже тот подписчик который подарил нам эти вот штуковины все для работы там для кладки эту штуковину там переноску и так далее вот он вчера здесь помогал я сделал такие леса а можно было не заморачиваться но я правда на них потратил то минут 50 но все равно можно было сделать вот так вот просто сделал как опытный так сказать человек и все и сразу начали класть кладку я подавал он клал вот вчера два ряда положил мне он помог и вот углы выставил уголки эти три угла один тот угол я сам выставил все в уровень сделали мне теперь я дальше продолжаю работать вот так что спасибо тоже за такой этот за такую помощь хорошую но осталось вот немножко такая вот стройка значит у нас движется не знаю у меня у одного так или у всех у меня уже за это время учать стройка у нас сейчас идет две недели я вот две недели один клал до вчерашнего дня вчера помогали я сломался уже три мастерка ну не три два третье уже сейчас вот сломается дешевые что ли ну дороже их нету я в магазин еду беру мастерок есть сварка от него отлетает вот или я рука так сказать или магазине говно какое-то подают вот молоток один уже треснул сейчас второй молоток использую все ломается еще чуть-чуть осталось надеюсь мы успеем дождик у нас капает если дождик идет мы все равно выпускаем гулять естественно вот малышей которые у нас родились у нас сейчас сильно пошел дождик мы их завели а эти пускай гуляют это вот люцерна она у нас родилась нашего козла козочки поэтому приобрели вот такая вот у нас стопроцентная кто думает что стопроцентно не могут там зимой все они могут просто у них не будет подшерстка у них не будет такого мехового пуха шерсть будет вот такая вот длинная и все они хорошо все зимы переживают и не надо их утеплять не надо включать отопление и прочее ерундой всякой заниматься организм должен привыкать боится на подсосная была вот так вот вот какая у нас уже здесь китайская стена вчера к нам приезжал помощник единственный вот смысле что так-то саша один может я им помогаю вот а тут подписчик который сделал вот эту штуку удобную вот эту вот синенькую вот приехал помочь и так быстро тут все положил так не умеем пока уже вот на этот блок уже окна будут да ну вот все еще чуть-чуть осталось саша сейчас тут видимо поднимет под такой же уровень да и потом а вот отряд и здесь тоже будут окна да ну вот скорее бы уже кажется что место конечно мало покажу сюда в угол встану вот я стою в углу вот как думаете место много или мало мне кажется мало просто не знаю это бы достроить ну достроить то да но все равно неужели здесь скоро будет пол перегородки вот где я стою здесь будет кормовая вот вот тут как заходишь вот так вот будет кормовая раковина здесь будет стоять зерно которое получается нужно будет давать там на на 2 недели то есть не хранилище зерна просто тут будет зерно какие-то препараты а вот тут вот будут сразу лошади жить один деньник 2 деньник а дальше все вот это вот будет для кос козел где-нибудь вот тут наверное рядом с лошадьми и этот но мало места все равно дает что-то маловато конечно ну ладно потом сейчас у них местах почти в три раза меньше или четыре но они без лошади сейчас лошади же но не с ними а тут лошади будут тоже занимать место просто хочу чтобы все было удобно чтобы кормовая была и станок чтобы был сразу там на три головы чтобы они сразу стояли потому что мы пока вот завели косы их начал увеличиваться все больше и больше я уже поняла как удобно как неудобно и хочет сделать и максимально чтоб удобно было сейчас нам очень неудобно ночи сделаешь вот потом углом пойдем туда ну и до двух гектар прям если если на необходимость будет пойдем вот птицы здесь жить не будет вспоминаю там комментарии птицы здесь будет жить только если в этом году ну потому что вот у нас вот в этом маленьком домике вот в этом живут курицы и индюки кто там только не жил да мы когда сюда переехали бывшие хозяева сказали да вы что там просто была свалка в этом домике этот домик тут ни одна курица не выживет а у нас уже вторую зиму сейчас третья зима будет и они еще всю зиму там умудряются нести сдавить а просто очень маленький домик и саша внутри все там отбил и там очень тепло и они несутся дожди мой вот на крыше синяка не будет кто писал что здесь ну большой синик мы категорически против нас на крыше синяка не будет отдельно будет вот там вот где-то или в любом другом месте но только не на крыше она крыша будет такая жилая зона в начале там я буду держать там все было еще что-то амуниции полно ну и там просто будет такая комната где можно там там диванчик столик вот так вот отопляемая хотя тоже с одной стороны опасно но мы там жить не будем имеется ввиду что и там будет лесенка если кто-то захочет там из друзей остаться ночевать все welcome to сантропе как говорится на крышу да вот такие дела чё скажешь устал тяжело первый раз наверно две недели что без продыха с 6 утра до самого вечера но мы конечно немножко я считаю чуть-чуть затупили да знаешь в чем нам надо было раньше прожектор покупать нам надо было когда теплее ну ложили так типа темнеет ну и отдыхать а сейчас скоро у нас уже мороз долбанет и значит нам надо активизироваться прямо сейчас боялись дождик будет пока нет он будет саш после обеда сильный дождь будет надо ряд доложить по ходу надо давайте там подсказывайте что надо сделать наверно надо быстрее стены эти самые длинные возвести чтобы они хорошо просохли да потом уже к дверям переходить как лучше мне кажется комментариях сейчас вообще скажут вы сошли с ума у вас идет дождь и вы ложите блоки вы что сошли с ума у нас сейчас дождя прям щас нету я вожу блоки когда нет дождя а потом у меня есть я уже укрывал этот как его пальцем нет рубероид я рубероидик туда раскатаю сверху и все будет чики-пуки так что не переживайте по этому поводу и пальцы от клавиатуры не стирайте а мне скоро посылочка придет с книжками там очень добрый хороший подписчик отзывчивый взял и предложил книги по ветеринарии и советские ссср ски я вообще обожаю такие книги когда нигде не найдешь практически конечно нет волик деревнях всех воруют не пойми откуда и не знаю откуда достают потому что это очень редкие экземпляры так что наши животные будут еще здоровее чем тут вот тут вот тут вот так все белая покупатель на наши вот это вот шанти уже нашелся через месяц но чуть меньше поедет новым новую семью вот чуть-чуть покормим ее месяц еще и все так друзья чё работа идет продолжается уже начал отмерять окна первый блок получается первой линии блоков идет 82 80 там на 83 82 в основном там вот 83 сделать уже по 8 метра идут это специально чтобы можно было окно 80 сантиметров ставить и по сантиметру с каждой стороны чтобы промежутки были вот все равно где-нибудь да что-нибудь друг не попаду можно было там пленкой или еще чем-то заделать все это дело ну осталось получается еще ряд поднять будет 40 сантиметров и сверху пойдут у нас еще два ряда и все вот успеть надо ой как успеть с той стороны два ряда положил с утра сейчас здесь уже ряд начал выложить еще ну надеюсь сегодня ряда 4 может даже 5 рядов получится положить ну плюс я еще двери не начал делать еще надо к дверям но двери вроде более-менее быстро кладут здесь промежуток небольшой вот на днях поедем значит мы за уголками для дверей для окон все таки я подумал что буду делать на уголках окна на уголки ставить блоки потому что заливать нужно пгс сейчас купить чуть-чуть его не купишь надо сразу машину заказывать арматуру надо будет покупать все это дело но подумал что лучше я все-таки все дело на уголки сделаю вот так кладку кладку я начал ложить уже довольно таки быстро я бы сказал и плюс с этими приспособлами новыми и вообще блоки быстрее выравниваю там стучу уже на глаз видно ты блок кладешь и уже без уровня постучишь все примеришь сделаешь уровень поставишь ну там может пару миллиметров разница будет ты достучишь и все и следующий блок до этого блок ставишь тому и мучаешься с ним возишься возишься да опыт опыт в итоге появляется мне кажется любой вообще любой без разницы может спокойно начать а вот так вот класть блоки ну не знаю но ну по крайней мере я смог не знаю но в чем проблема думаю сможет кто-нибудь еще вот но может и не сможет не знаю мне кажется это реально так что друзья дальше я продолжаю болтать времени нету надо работать и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА